Как мы представляем человека с диагнозом рак? Бледный, с потухшим взглядом, мучается от болей, почти не двигается, не ест, не пьёт. Человек умирает. А что если мы скажем, что рак может быть хроническим заболеванием, таким, как, например, сахарный диабет? И с ним можно полноценно жить, работать, путешествовать, строить новые планы. Не верите? Тогда предлагаем вам познакомиться с Людмилой. Эти кадры сделаны три года назад. На них 56-летняя Людмила Киросова из города Ухты, республики Коми. Активная женщина, мама взрослого сына, бизнес-леди. На этих новогодних фото Людмила выглядит очень счастливой. И не знает, что уже через месяц её ждёт тяжёлое испытание. Февраль 2021 года. Женщина случайно нащупывает уплотнение в груди. После обследования Людмиле сообщают страшную новость. Врач вышел. Она просто подошла ко мне, она меня обняла. И мы с ней на пару заплакали. Она сказала, что диагноз, к сожалению, подтвердился. И подтвердилось, что это злокачественная опухоль. Диагноз Людмилы – рак левой молочной железы. Четвёртая стадия. Есть метастазы в костях. Начинается лечение. Сначала химиотерапия, затем опухоль удаляют. Сделано всё возможное. Но болезнь прогрессирует. Октябрь 2022 года. Метастаз в костях становится больше. Февраль 2023 года. Обнаруживаются метастазы в мозге. Я два месяца колола одних самых сильнейших обезболивающих, потому что я не могла просто встать, чтобы у меня были силы поехать на следующий курс, потому что курс я получала здесь, в Москве. Я её всё время поддерживала, всегда её сопровождала. Температура у неё была 39,2. Сидеть она не могла. Я её укладывала на задние сидения. И вот мы так летали, наверное, раз в пять. В таком состоянии. Казалось, надежды уже нет. Людмила практически умирала. Но вот сейчас она в нашей студии. Весёлая и цветущая. Как такое возможно? Только человек зависит, будет он жить или нет. Я решила, что я буду жить. Я сейчас расплатишься всем. О новом повороте в лечении Людмилы мы попросили рассказать её лечащего врача.